Справедливая Россия объявила об объединении с партиями «Патриоты России» и «За правду». По этому случаю на этой неделе прошло заседание Центрального Совета «Справедливой России». Сергей Миронов рассчитывает, что такое укрепление левых политических сил позволит изменить ход истории в нашей стране. По договоренности предлагается в качестве председателя объединенной партии «Справедливая Россия» и «За правду» моя кандидатура. И будут избраны два сопредседателя. Соответственно, это Геннадий Юрьевич Семигин и Евгений Николаевич Прилепин. На следующей неделе, 26 января, еще раз соберется президиум Центрального Совета. Мы обсудим проект манифеста, который примут уже представители всех трех партий. Съезд партии «Справедливая Россия» пройдет уже 22 февраля в Москве. В этот же день съезды проведут партии «Патриоты России» и «За правду». Будет принято новое название, сформирован устав партии, а также изберут руководящие органы. Сергей Миронов начал проводить селекторные совещания. Первое прошло с председателями региональных отделений партии Кировской, Мурманской, Оренбургской, Самарской областей и Хантамансийского автономного округа. Обсудили выплаты за классное руководство, рост цен на продукты питания, борьбу с коронавирусом. Что касается обеспечения здравоохранения, такие проблемы по началу были, они носили достаточно широкий характер. Мы даже включали сами, собирали средства и собственными ресурсами, обеспечивали некоторые учреждения здравоохранения необходимыми костюмами, масками, средствами защиты. Регионы также отчитались о ходе подготовки к предстоящим выборам и обсудили другие вопросы внутриполитической повестки. В Международный день детских изобретений Сергей Миронов провел видеоконференцию с председателями региональных отделений Российского союза молодых ученых. Темой встречи стало обсуждение технологического развития и укрепление кадрового потенциала отечественной науки. У нас в России очень мощная утечка ученых в такие города, как Москва и Санкт-Петербург, из регионов. Потому что там за ту же самую работу, прямо скажем, другие, значительно большие деньги. И вот здесь, конечно, нужно решать этот вопрос, чтобы молодые ученые могли заниматься наукой там, где, как у нас на Руси говорят, керодился, там и пригодился. И чтобы это было ему не только интересно, но и материально удобно, выгодно. Справедливая Россия продолжит искать возможные формы поддержки и стимулирования юных изобретателей и молодых ученых. На этой неделе лидер «Справедливой России» провел онлайн-встречу с руководством Общероссийского профсоюза бортпроводников гражданской авиации. Основная проблема, утверждает президент профсоюза, в том, что нормативные документы, регламентирующие обязанности бортпроводников, создаются без их участия. Нагрузка на бортпроводников очень большая. И что получается, что приходят молодые люди, отлетав 3-5 лет, а их через этот период, через 3-5 лет, их списывают по состоянию здоровья. Кроме того, поднимались темы увольнения профессионалов, медосвидетельствования летного состава, проблемы, возникающие в связи с регистрацией воздушных судов не на территории России. Сергей Миронов, как законодатель, готов помочь с улучшением условий труда бортпроводников. Молодежь Справедливой России совместно с партией запустила федеральный дистанционный образовательный проект «Практик-депутат». Цель курса – подготовить депутатов местного самоуправления как специалистов нового поколения, а также объединить активных депутатов и обеспечить их общедоступным информационным ресурсом. Программа позволит сформировать группы политиков, которые заинтересованы в прогрессивных переменах. Заявки подали 67 регионов. На протяжении пяти месяцев около тысячи участников пройдут обучение.